Добрый день всем, меня зовут Евгений Качалов, спасибо что вы присоединились к этой веб-конференции. Я сейчас постараюсь ответить, как смогу, на ваши вопросы. Я был один из участников Крота, к сожалению, я уже вылетел, но постараюсь ответить. Первый вопрос от Юрия. С кем из участников Реалити Шоу Крот ты бы пошел в разведку, или кому из них ты больше всего доверял и почему? Ну, я думаю, я со всеми участниками довольно много общался, но, наверное, как-то так, если ответить на этот вопрос, то, наверное, я бы пошел в разведку именно с Юрой Паделяко. И, наверное, я с ним больше всех общался. Ну, мне со всеми было интересно, у него было просто очень много интересных историй про его жизнь и про его профессию. и вообще, ну, на мой взгляд, мы очень сблизились, мне было очень интересно с ним. Поэтому, наверное, с ним. Второй вопрос от Александра. Здравствуйте, Евгений. Доверяете ли вы своей интуиции при игре в покер и как часто к ней прислушиваетесь? Да, конечно, я доверяю своей интуиции, когда я играю в покер. Я считаю, это очень важная часть моей игры, ну, и любого профессионала игры, потому что, ну, просто там какие-то знания, это не всегда хватает, потому что все равно нужно знать, ну, все равно у тебя будет недостаточной информации довольно часто, и тебе нужно будет использовать свою интуицию. То есть, как ты считаешь, человек блефует или не блефует, или, там, стоит ли, там, блефовать человека или нет тебе, и очень часто это тебе подсказывает интуиция, которая у тебя вырабатывается за счет опыта. То есть, интуиция, может быть, вначале не так хорошо работает, но после того, как ты долго играешь, как я уже 11 лет играю, то она начинает, ну, я считаю, она идет мне в большую пользу. Следующий вопрос от Андрея. Здравствуйте, Евгений. У меня такой вопрос. С какой тактикой игры в покер посоветуете играть в турбо-турнирах, где блайнды растут очень быстро? Как поднять в таких турнирах стэк, чтобы чувствовать себя комфортно против своих оппонентов? И какой стиль игры выбрать? Заранее спасибо за ответ. Привет, Андрей. Я, кстати, не очень часто играю в турбо-турнирах. На мой взгляд, это немножко более математическая игра. На автоматике можно играть, а я люблю играть именно в покер, который немножко больше медленный и где можно больше прочитывать своих оппонентов и как с ними играть. Но в таких турнирах, я бы сказал, наверное, важно выбирать моменты, где ты считаешь, что у тебя больше всего equity, и не пропускать эти моменты и стараться выставляться, если ты считаешь, что у тебя лучшая раздача и, ну, то есть… Ну, я сейчас еще посмотрю… Ну, думаю, тут просто ты не можешь сильно контролировать столом, потому что, когда блайндс очень высокий, у тебя мало что ты можешь сделать за счет того, что все играют в такую игру в основном, что или all-in, или fold, и только, получается, ты сможешь давить сильно, если у тебя большой стак, и, например, на бабле, то есть, ну, прям там до денег близко. Только в таких ситуациях можно. Кроме этого, в такую игру просто нужно играть по карте и, конечно, и смотреть на оппонентов, как они играют, и смотреть, кто слабый, кто нет. Следующий вопрос от Сергея. Сергея совершенно не заинтересовал проект, полюбопытствовал только по причине профессиональной игры в покер и уважению лично к вам, как покеристу, и попал именно на ту передачу, на которой вы вылетели. Вопрос. Создалось впечатление, что вас подвинули с целью устранения сильного противника. В покере отсечка, без причин так, на всякий случай. Согласны ли вы со мной? Ну, я не знаю, мне трудно, конечно, ответить на такой вопрос, но я не думаю, что меня именно подвинулись из-за того, что меня побаивались, я не знаю, как бы это ж… Тут некому меня подвигать, то есть ты вылетаешь только за счет того, как ты отвечаешь на анкетирование. И получается, что я неправильно ответил на анкетирование, и поэтому вылетел. То есть, ну, по идее, никто не может меня просто так подвинуть, поэтому я думаю, что это не так. А так, ну, конечно, мне жалко слышать, что вам не понравился проект. Я думаю, что… Ну, конечно, только пока было три серии, в которых я участвовал, но мне кажется, что он становился интереснее и интереснее с каждой серией. И думаю, что так будет продолжаться. Следующий вопрос от Риты. Евгений, кого подозревать? Кто же по вашему крот? Дайте подсказку или хотя бы намекните, спасибо. Ну, конечно же, подсказку я не могу дать, но я скажу так, что нужно… Я вам советую подозревать всех. То есть, даже если вы в ком-то уверены, никогда не будете на 100% уверены, потому что я думаю, что большой шанс, что для вас будет большой сюрприз в конце, когда вы узнаете, кто это был. следующий вопрос от Сэмюэл. Здравствуйте, Евгений, хочу услышать ваше мнение по поводу вашего вылета из шоу. Возможно, вас подвела интуиция или, наверное, неверная стратегия игры? Хороший вопрос, Сэмюэл. Мне трудно сказать, наверное, все-таки в какой-то степени меня подвела интуиция, потому что в начале игры я был, например, очень уверен, что Ваня был крот, когда мы снимались, и для меня был большой шок, когда он ушел сам из проекта, а прямо до меня, и потом я очень растерялся. Но все это время я, конечно, мне самому было страшно за себя, почему я был настолько уверен. Конечно, наверное, было бы лучше, если я подозревал бы несколько людей, и так было бы, наверное, безопасней. То есть, так как задача в анкетировании не угадать точно, кто крот, а просто пройти дальше и не допустить больше всех ошибок из всех других участников, чтобы пройти дальше. То есть, если, наверное, я бы еще раз, ну, если бы я смог бы возвратить это время, то, наверное, я бы голосовал бы против нескольких людей. Следующий вопрос от Романа. Я был уверен, что ты крот, настолько уверен, что поспорил на страдзах на бакс. И до сих пор уверен, что ты крот. Пока не достану бакс. Вопрос, где взять бакс на Покер Старс? Ну, да, я думаю, было много, наверное, людей, которые думали, что я крот. Ну, вы, конечно, уже знаете, что я не крот. Я не знаю, как ответить на вопрос, где взять бакс на Покер Старс, но надеюсь, что, если вы считали, что я крот, что, значит, может быть, было интересное шоу, и вы будете продолжать смотреть и, ну, начинать подозревать других людей. Следующий вопрос от Ирины. Евгений, раскройте, наконец, интригу. Кто же на самом деле вам нравится, Анна или Анжелика? А сейчас вы продолжаете к кем-то из них отношения? Ну, у меня, ну, как бы, опять же, у меня отношения были хорошие со всеми участниками игры. Да, конечно, я и дружил с Анжелой и с Аней, но, как бы, это просто была дружба, как и со всеми. Отношения поддерживаю я почти со всеми участниками. То есть мы создали такой групп-чат в Фейсбуке, и все вместе общаемся, и, ну, то есть мы его создали, как только первый человек вылетел, и как только люди вылетали, мы все вместе общались, и до сих пор общаемся. Особенно, когда выходит какой-то эпизод в эфир, мы все потом обсуждаем и, ну, смеемся над этим, и обсуждаем разные вещи, которые, может быть, показывали в эфире, которые они показывали. Следующий вопрос от Ларисы. Здравствуйте, Женя. Всегда было интересно, почему люди, зачастую довольно успешные в жизни, участвуют в подобных шоу. Зачем вам это нужно? Признаюсь, симпатизировала вам. Жаль, что ушли. Спасибо, Лариса. Да, мне тоже было жалко, что я ушел. Ну, скажем так, такое шоу, когда я увидел, что у меня такая возможность появилась в нем участвовать, мне стало очень интересно, так как, ну, конечно, у меня и так интересная жизнь, но таких моментов в жизни, я считаю, это довольно мало, и, ну, то есть, если, ну, когда еще можно попробовать так пожить и такой, ну, пожить в такой игре? То есть это довольно такая, ну, редкая вещь, и возможностей таких немного. Поэтому я решил, что, ну, покер может подождать, покер для меня всегда будет, а на такой шанс нужно попробовать, и отказываться не надо, потому что, ну, как бы, я на всю жизнь такое запомню. Мне это, мне очень понравилось, я был в очень хороших впечатлений после, ну, и в течение, и после окончания шоу, и поэтому, ну, у меня очень хорошие вспоминания об этом. Следующий вопрос от Лили. Женя, здравствуйте. Видела вас на обложке глянца с Аней Силиковой, участницей «Холостяка». У вас серьезные отношения или это просто пиар? Замуж звать будете? Здравствуйте, Лили. Это точно не пиар. Мы с Аней довольно серьезно встречаемся, и уже вот с апреля месяца, особенно вот после того, как я вылетел из Крота, мы почти постоянно вместе ездим везде и проводим время. То есть у нас все хорошо, и это точно не пиар. А за то, что замуж, я не знаю, это еще рано, еще как бы об этом много не думали. Но пока все хорошо. Следующий вопрос от Стаса. Здравствуйте, Евгений. У меня к вам несколько вопросов. Первый. Во сколько лет вы начали играть в покер? Начал играть в покер мне было 20 лет. Это было… нет, даже 21 лет. Это было 2002-2003 год. Мне было 21-22 года. Это произошло как раз, когда я закончил университет в Америке, в Нью-Йорке. И как раз вот тем летом я начал играть в покер с друзьями. Второй вопрос. Помните ли вы вашу первую игру? Да, я помню довольно хорошо мою первую игру. Мой товарищ пригласил нас всех попробовать новую игру, которую мы уже видели по телевизору и ее очень много показывали. Но никто из нас не знал правила играть. И мы пошли все вместе встретились, купили какие-то фишки и все вместе сели играть. И, конечно, мне это очень запомнилось. Я помню, у меня было 6 долларов, и я проиграл, и до сих пор не помню, как проиграл. И помню, что после того, как игра закончилась несколько часов спустя, я так и не понял правила игры. И, конечно, это было все смешно, но все-таки меня это все равно очень сильно заинтересовало. И мы продолжали играть, и начали играть примерно с друзьями раз в неделю, собираться все вместе. И очень-очень было весело. Конечно, у меня очень много хорошей памяти с этого времени. Третий вопрос. Сколько времени уйдет, чтобы стать профессионалом в этом деле? Ну, это трудный вопрос. Я считаю, это разный ответ для разных людей. Тут, смотря какой у тебя подход. Тут очень много зависит от опыта и где ты играешь. То есть, если ты играешь вживую, то опыт достигается немножко медленно. А если ты играешь в интернете, то опыт достигается немножко быстрее, потому что ты разыгрываешь намного больше рук за короткое время. Но именно сколько времени трудно ответить. Ну, я думаю, как минимум несколько лет. Но то, что самое интересное в игре покер, это то, что нет такого, что ты стал профессионалом и все. И на этом твои учения закончились. То есть, я уже играю в покер уже где-то 11 лет и до сих пор учу новые вещи. То есть, до сих пор у меня там, вот спустя каждые, например, 6 месяцев, я смотрю на себя 6 месяцев назад и думаю, что я, ну, как много в покере я не понимал. То есть, такая интересная, ну, в том-то есть интерес в игре, что ты постоянно учишься. Четвертый вопрос. Какими качествами должен обладать человек, чтобы стать профи в этом деле? Спасибо. Ну, в качестве, наверное, нужно, ну, нужно быть довольно рискованным человеком, но в то же самое время очень важно быть осторожным. То есть, понимать, ну, понимать риск, и сколько можно рисковать, и сколько нельзя. И самое главное, наверное, это уметь проигрывать. Потому что покер это не та игра там, где можно всегда выигрывать, это невозможно. То есть, всегда бывают периоды, когда ты проигрываешь. То есть, когда ты выигрываешь, это все легко, ты знаешь, как справляться с этим, но когда ты проигрываешь, это вот самое-самое трудное время. И из него очень трудно выходить в выигрыш. И все зависит от профессионала, как он хорошо справляется с этим временем, когда у него идет проигрыш. И как он может из него выйти. И как это на его психику вырабатывается. Следующий вопрос от Влада. Сколько ты потратил своих денег на свою профессию? То есть, сколько проиграл перед тем, как начал зарабатывать покером? Ну, мне трудно сказать, потому что у меня такого не было, потому что когда я начинал играть в покер, я играл очень-очень мелко. То есть, на самые мелкие ставки. И поэтому, я помню, я там, может быть, это был 2003 год, я, может быть, вкладывал 10, 20, 50 долларов на интернет и играл самые мелкие турниры. И просто старался выигрывать в мелких турнирах. И только уже, когда начинал достаточно, ну, например, постоянно выигрывать в мелких турнирах, то как у меня набивался банкрол, то тогда я брал эти деньги и рисковал играть выше. И как только проигрывал, я спускался ниже. То есть, получается, что я просто, ну, у меня не было такого, что я проиграл большую сумму и потом начал выигрывать. Я просто с очень маленькой суммой постепенно играл выше и выше, так как я, ну, постепенно выигрывал. И, ну, увеличал ставки с каждым выигрышем. И последний вопрос от Вероники. Судя по последней серии, скорее всего, крот Аня. По крайней мере, все об этом говорит. Мало верится, что она реально истеричка. Вы много с ней общались? Что можете сказать? Да, с Аней я много, конечно, общался. Ну, Аня, как сказать, я не знаю, я назову ее истеричкой. Просто у нее такая personality, что она, ну, когда все хорошо, то все хорошо. Но когда что-то ей не нравится или что-то идет плохо, то, конечно, ну, у нее поведение, настроение очень сильно меняется. То, не знаю, конечно, еще в эфире, ну, как бы выбирают, что показывают, что не показывают. Это, конечно, ну, еще много, много чего они показывают. Но я не знаю, как еще ответить. Ну, думаю, думаю, на этом и закончу. Дальше. У меня еще есть колода карт, которую я подписал. И я выберу, на мой взгляд, самый интересный вопрос. И этот человек получит эту колоду карт. Я думаю, что мне больше всего понравился вопрос от Samuel, и поэтому с вами свяжется ICTV, и потом он вышлет от меня эту колоду карт. Спасибо всем большое. Мне было очень приятно с вами торчаться и ответить на ваши вопросы. Поэтому я пишу,idor Мост BON continent 잡아 productivity. Поэтому я представьте, что я думаю, что ты здесь сделал темный вопрос. Да, не уверен. Я думаю, просто до вас так, если нет, здесь могут правильно пов mugнье под monitore sehen ne silk cup блюда как у меня и я поставлю.